Это телеканал Настоящее Время, меня зовут Ирина Ромалийская, здравствуйте, у нас сегодня в гостях Алексей Резников, министр обороны Украины. Честно говоря, с министром договориться об интервью не так просто, мы с Алексеем встречаемся в Брюсселе, потому что здесь закончилась очередная встреча в формате Рамштайн и удалось перехватить. Спасибо еще раз вам, Алексей, и я вас, если вам не сложно, понимаю, как это важно сейчас для украинцев, но для нашей аудитории перейти на русский язык, потому что нас смотрят, ну я надеюсь, это миллионы людей по всему миру, кто владеет русским языком, и хочется, чтобы ваши мысли, они понимали с вашей интонацией. Не вопрос, знаете, в последнее время родилось ряд шуток во время тяжелой стадии войны, все равно, ну чувствуемо, помогает выживать, поэтому, когда встречаюсь с коллегами из разных стран, для которых иногда сложнее говорить на английском, они спрашивают, а можно ли, извини, пожалуйста, можно мы будем говорить языком агрессора? Я говорю, давайте это называть трофейным языком и будем разговаривать, поэтому, конечно, без проблем. Главный итог этой сессии Рамштайна, как я понимаю, это то, что вырисовываются некие планы по тренировке пилотов? На сегодняшний день уже точно понятно, что родилась новая авиационная коалиция, коалиция Fighter Jet, потому что взятые на себя обязательства нашими коллегами из Нидерландова и из Дании, вместе с Соединенными Штатами, то, что будет под лидерством Дании и Нидерландов проводиться тренинговая программа не только украинских пилотов, а также инженеров, механиков, техников, то есть все, что необходимо для появления в итоге вооружении вооруженных сил, воздушных сил Украины, современных самолетов четвертой генерации плюс. Поэтому сегодня мы абсолютно уже уверенно и серьезно говорим про F-16. Вторая вещь, поскольку я уже упомянул танковую коалицию, которая родилась несколько ранее на полях Рамштайна, благодаря такому лидерству Польши и Германии, в этот раз уже было четко отфиксировано, что создается хаб на территории Польши, который будет обслуживать танки Леопард, их же надо ими заниматься. То есть это дополнение, вот этот хаб, это дополнение к танковой? Совершенно верно, это уже развитие танковой коалиции. И прозвучала публично инициатива, которую поддержали коллеги из Эстонии и Люксембурга, о том, что начнем вместе думать о том, как ее организовать, какие по нашей потребности по созданию в рамках Рамштайна IT-коалиции, потому что это тоже современная война, это война технологий, война ресурсов и война технологий. И сегодня на поле боя воюют дроны, которые летают, ползают, прыгают, плавают, ныряют, а сегодня радиоэлектронная борьба, это важный очень аспект, сегодня кибератаки, это угрозы, сегодня защита системы и так далее, и так далее, связь и много-много чего другого, то, что вроде так не пощупаешь. Поэтому я верю в IT-коалицию, мало того, у нее есть перспектива основана на том, что многие страны, оказывая нам помощь с точки зрения своего ресурса военного, уже исчерпали его, то есть наши близкие очень друзья, Литва, Латвия, Эстония, они там больше единицы процента своего овалого национального продукта нам передали вооружение, но оно у них тоже заканчивается, их там меньше, чем у больших стран, как Соединенные Штаты, Британия, Германия, Франция. Но они очень хотят помогать, они очень хотят нашей победы, потому что для них это совместная победа над агрессором, поэтому они с удовольствием будут участвовать в IT-коалиции. Есть страны, которые в силу определенных политических причин хранят нейтралитет с точки зрения передачи нам летального оружия, но они точно готовы будут войти в это коалиции. Кто это? Что это со стороны? Ну, я вот недавно вернулся из поездки на очень интересный, важный форум в Сингапуре, Шангрила, где, собственно говоря, Азийско-Техиканский регион, это половина планеты, население планеты Земля. Соответственно, есть такие страны, как Южная Корея, Япония, Сингапур, Новая Зеландия. У них есть свои причины не расставаться с летальным оружием. Например, у Южной Кореи есть свой вызов, у Японии тоже. Давайте на этом сделаем стоп. По поводу IT-коалиции, прононсировано, что она нам нужна. Для того, чтобы во всех проявлениях мы были сильнее, нам необходимо развитие IT-сектора в силах обороны. Украинские IT-шники станут военными. Кстати, вы знаете, во время мобилизации очень многие IT-шники стали военными, потому что они нужны сегодня для армии. Поэтому это абсолютно нормально. С их опытом, с их экспертизой они сегодня усиливают вооруженные силы. И не только вооруженные силы Украины, потому что, вы знаете, в секторе обороны есть и Национальная гвардия, есть Служба безопасности Украины, пограничная служба, и даже национальная полиция, я уже не говорю про Главное управление разведки, и так далее. То есть это всеобъемлющее понятие. К авиакоалиции хочется вернуться, но главный вопрос, когда будут самолеты. Это упрощенная формула, когда будут самолеты. Самолеты, на мой взгляд, это самый сложный вид вооружения. Потому что гораздо сложнее, чем танк, чем артиллерия. Ну, разве все сравнимы еще корабли, наверное, и подводные лодки. Да, вот скорее всего. Ну и в России с этим хорошо. И с самолетами, с господством и в небе, и в море. Да, самолет считается, все публично обсуждают, сколько нужно пилоту украинскому освоить F-16. Звучит уже всем известный период после тестирования двух наших пилотов в Соединенных Штатах, что до шести месяцев им будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением, наверное, полетят быстрее. Я имею в виду, свободно полетят. Не просто полетят, с маневром, ночью, в паре и так далее. Я думаю, месяца за четыре это реалистично. Почему я так считаю? Потому что мы умеем удивлять, но не ради желания. Мы на самом деле такие. Мы умеем учиться. И примером тому есть, когда мы запускали первые артиллерийские экипажи на обучение, на артиллерийских системах Цезарь или Краб. Это современные, сложные артиллерийские системы. То по стандарту минимум три месяца необходимо для подготовки экипажа. Наши парни осваивали эти системы за три недели. И французы и поляки в восторге были, потому что они же не просто там взяли и закончили курс. Нет, они реально исполняли все задачи, которые ставятся перед экипажем, которые готовятся три месяца. Системы Патриот, ППО. Стандартная процедура подготовки экипажа 10 месяцев. Наши ППОшники обучились за 10 недель. То есть просто почувствуете разницу. Три месяца, три недели. Десять месяцев, десять недель. Поэтому я уверен, что пилоты полетят быстрее, нежели за шесть месяцев. Однако не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживание. Это сложнейшая техника. Оружейщики, заправщики и так далее. Вот этот курс обучения, он дольше, чем 4 месяца. И если у нас есть пилоты, говорящие на английском языке, быстрее это освоят, то инженеров и техников несколько чуть-чуть меньше. Это же специальная технология. Это же не просто поговорить и заказать себе бургер в Макдональдсе. Поэтому параллельно нужно готовить инфраструктуру. Подготовить для этого аэродромы, подготовить укрытие и много чего другого. Для того, чтобы обслуживать. Аэродромы будут внутри Украины? Ну все я вам сейчас прямо расскажу. Они будут там, где это будет удобно. Но конечно не может летать боевой самолет с территории страны. Конечно они будут на Украине. Это в Украине, потому что иначе это будет нарушение неких ожиданий, что со стороны, например, страны НАТО залетает боевой самолет. Нет, это будут наши самолеты, украинские, с украинской символикой. Они будут в украинском небе защищать наше с вами небо. То есть если даже обучение начнется в июле, начало, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну смотрите, в любом случае давайте мерить минимум 6 месяцев для понимания. Но даже сейчас это было бы неоправданное ожидание. Объясню почему. Мы дождемся программы, которая будет утверждена. Мы договорились об этом вчера на полях Рамштайна. Будет писаться программа тренировочная. Будут четко понятны все этапы. И мы будем примерно понимать, когда по задуму инструкторов они выйдут на понимание, что мы готовы. Вот когда я увижу эту программу, я смогу сказать, ага, это столько-то месяцев возьмет. Потому что сейчас мы с вами скажем, ожидание нашим слушателям 6 месяцев, а через 6 месяцев в один день не полетит самолет, сейчас как-то зрада. Ну все. Мы не оправдали ожидания. Ну то есть давайте так минимум с нового года. Не раньше. Не раньше нового года Украина получит и поставит на вооружение. Это символично. Потому что я прошлогоднее Рождество и Новый год записал такое обращение к Санта-Клаусу. Оно есть у меня на Твиттере. Мы сделали его видео, где я прошу определенную помощь в интересах детей Украины. Дир Санта. Я уверен, что когда вы создали эти холидеи, нужны определенные вещи от Санты. Артиллерия, снаряды, танки. Ну потому что Санта, Рождество, это был wish list к Санте. Нет, почему не Святой Миколай? Ну потому что я же обращался к интернациональному сообществу. У меня же клуб Рамштайн. И большинство, не все до большинства стран там все-таки встречают Рождество. Как минимум в Соединенных Штатах, как минимум в Британии. Вы знаете, где производят. А да, я исходил из того, что где Санта будет добывать. И у меня одной из крайних позиций в wish list были. У меня стоял такой самолетик, символ F-16, моделька, который потом улетает. Вот это было мое пожелание Санте. Поэтому было бы логично хотя бы к Новому году, чтобы первый F-16 все-таки уже взлетел. Но сейчас Россия контролирует небо. И как раз это происходит... Я не соглашусь с этим утверждением, что Россия контролирует небо. Россия контролирует небо над временно оккупированными территориями Украины. Окей, Россия контролирует небо там, где сейчас вооруженные силы Украины пытаются отвоевать свою землю. Так тоже они сказали, что они там контролируют. А у них там есть доминация. Но у нас же есть системы ППО наземные. Которые точно так же маневрируют вместе с сухопутными подразделениями. И, соответственно, дают возможность эту доминацию уменьшить. И поэтому мы сбиваем. Буквально вчера, по-моему, очередная была новость. Там очередной летающий танк, как они его называют. Этот К-52 вертолет был сбит. Поэтому работаем над этим. А для этого, на самом деле, понимаете, в бою, в первую очередь, нужны ПЗРК. Как минимум. Потому что это дает мобильным группам маневры. Они могут на расстоянии до 7 тысяч метров, условно говоря, сбивать воздушные цели. Конечно, были бы у нас сейчас и в 16-е, мы бы серьезно эту доминацию тоже уменьшили, безусловно. Но наши летчики умудряются и на МиГ-29, и на СУ совершать чудеса, героизма. Но вы абсолютно правы, задавая вопрос, что для более успешного развития событий до победы, конечно, доминирование врага в небе нужно устранить. Нынешнее наступление, контрнаступление, наступление, как вы оцениваете? Смотрите, я оцениваю очень просто. Это война. И нельзя сидеть у телевизора и думать, о, сейчас наши победят. А ну давайте, что-то вы не побеждаете, что-то вы голы не забиваете. Улю-лю, так не работает. Мало того, я думаю, что причина переоценки или завышенных ожиданий связана с тем событиями, которые были осенью. Осенью, я напомню, было две компании, Херсонская и Харьковская. Вот Харьковская операция, она прошла очень быстро, очень успешно. Неожиданно для врага, неожиданно для мирового сообщества и для многих украинцев в том числе. Это была хорошо продуманная военная операция, спланированная и реализована успешно. И россияне были не готовы. Поэтому мы очень успешно вышли на речку Оскол, наши героические десантники, 80-я бригада, используя в том числе австралийские бушмастеры. Уже появились там. Это был сюрприз для многих, в первую очередь для русских военных. Херсон, наоборот, медленнее двигался, потому что абсолютно другой рельеф почвы, абсолютно другие погодные условия и много чего другого. Поэтому ожидать, что так же быстро произойдет, как было с Харьком, невозможно. Тем более линия фронта совершенно, ну там и на, и рельеф другой, и погодные условия. Плюс россияне имели возможность подготовиться. Там невероятная плотность минных полей. Невероятно. А в отличие от русских, украинцы берегут жизнь своих солдат. Русские используют своих солдат, как пушечное мясо. Cannon fodder. Они используют тактику мясорубки и перемалывают свой ресурс. Вот под Бахмутом, по нашим оценкам, вместе с нашими генералами я общался, за 8 месяцев нападения на Бахмут они положили 1060 убитыми и ранеными. Это сумасшедшие потери. Да, в основном это бывшие заключенные, ресурсы, которые им там не жалко. Мы отличие от них, главная ценность для нас является жизнь и здоровье наших солдат, защитников и защитниц. Поэтому мы не используем тактику мясорубки. Поэтому наши офицеры, наши командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Поэтому они делают свою работу. Я просто предлагаю не подстегивать их, не толкать. Они делают свою работу и они ее сделают. Потери сейчас большие? Это война. Потери есть, но они, еще раз повторюсь, именно потому, что мы не используем тактику мясорубки, они с украинской стороны значительно меньше, чем с российской. А потери в технике? Точно так же. Поэтому, когда вы смотрите пропагандистские русские каналы, я рекомендую обращаться к... Сейчас очень много специалистов по Асинту. Мы смеялись, когда один и тот же Леопард... Да, действительно, он был травмирован. Это война. Он был показан русскими пропагандистскими каналами с разных сторон и видов сбоку. И посчитан умноженный, мультиплицированный. У них есть такой смешной персонаж в очках, как и я, собственно говоря, который там все время докладывает, сколько чего они уничтожили. Но он известен тем, что он уничтожил там... Канашенков вы имеете? Вот, да. Мне он напоминает персонажа из старосоветского кино про четырех буденовцев, молодогвардейцев, или как там скакали они. Значит, такое красное солнце начинается. Вот один был такой похож, блондин, значит, в круглых очках. А Хаймерсов они уничтожают стрелковым оружием. Сколько Леопардов потеряно? Ну что же я вам сейчас все расскажу? У нас все на базе, все ремонтируется. Раненый Леопард, он полечится. На днях Хрейтерс писал с отсылкой на польского аналитика, который следит его имя Конрад Музыка, о том, что сейчас задействованы три бригады из 12 подготовленных к наступлению. Может быть, писал. Я не комментирую. Подтверждаете? На них люди, или называющие себя экспертом, даже если они прекрасные эксперты. Они себе со стороны что-то наблюдают, а мы себе делаем свою работу. Но основного удара еще нет. Зачем же мы будем рассказывать наши планы и стратегии? Мы делаем свою работу в нашей военной. Смотрите, планы написаны, сценарии продуманы, проговорены нашими военными, с пониманием, какое оружие мы используем с точки зрения маневра и мобильности. И они идут по плану, исходя из того, как развиваются события на фронте. На днях моя коллега Наталка Сидлецкая из Украинской службы Радио Свобода писала интервью с чешским президентом. Ему уж в экспертизе военной нельзя отказать. А он имеет экспертизу НАТО, я бы даже так сказал. Да, и вот он говорит о том, что если сейчас не будет существенного прорыва или существенного результата, то потом придется отложить это как минимум до следующей весны, следующее большое, возможно, наступление. Что повлечет за собой сложности, возможно, предполагает он, с договоренностями о поддержке со стороны западных партнеров? Что будет падать? Смотрите, я уже не раз слышал суждения очень опытных военных из дружественных стран на разных этапах этой войны, которые потом сильно меняли свою риторику. Вот прям сильно. Я не хочу обижать никого, но мной очень уважаемые даже американские генералы до вторжения осенью 2021 года, в своих публичных выступлениях говорили, что Киев пойдет за 72 часа. Лично мне, я тут уже лично мне, во время моего визита в Вашингтон, когда я заступил до этого должность по воле нашего президента и решению парламента, мне лично говорилось «копайте траншеи». Кем? Генералами американскими, во время моего визита. Но за 72 часа Киев не упал, а за три недели Украина не упала, и партизанская война не развернулась. Я просто вам напомню, что нам давали оружие для партизанской войны. Энлавы, стингеры, это все для партизанской войны. А вот. Но это не случилось. Украинцы, еще раз повторяю, умеют удивлять. Поэтому даже опытные генералы, которые стали политиками, вот тут есть внимание, знаете, как это, определяют место сидения. И даже опытные генералы, которые стали политиками, они говорят, должны говорить как политики. Они общаются, в первую очередь, со своим сообществом. Во-вторых, безусловно, люди устают от войны. Все. От того, кто в окопе, и от того, кто сидит в укрытии, и от того, кто сидит в другом вообще городе. Потому что, безусловно, война — это стресс. Конечно, им хочется тратить свои ресурсы на что-то созидательное, особенно даже в тех странах, которые нас понимают, поддерживают. Конечно же, все считают, что рано или поздно должен быть стол переговоров. И поэтому все просчитывают разные варианты, и их излагают миру. Но, к счастью, мы показали всему миру, что мы умеем удивлять. И мы будем, конечно же, сидеть за столом переговоров, рядом с нашими партнерами, обсуждая последствия поствоенного обустройства с соседями. А это контрибуции, репарации, восстановление и оплата всего, что разрушено. Это привлечение к Международному трибуналу военных преступников. И что будем делать дальше? Как будем жить дальше? Вот это так называемое англоязычное выражение peaceful coexistence, хорошее, мирное сосуществование. Какая будет архитектура безопасности? Какая? Мы члены альянса НАТО, мы члены какого-то иного альянса безопасности, архитектуры и так далее. Поэтому политики высказывают свое суждение, а нам делают свою работу. Об этом тоже еще хочу поговорить, чтобы закончить историю с контрнаступлением, потому что, понимая, из вас ничего тут не вытянуть. Вы понимаете, что с Дилимхановым? Что вообще это была за ситуация? Признаться, нет. Я уже был в поездке, я не отслеживал. Вот признаться, я видел все то, что видели вы в информполе, а задавать вопрос военным, он настолько для меня ни о чем вообще не имеет никакого значения. Там гораздо симпатичнее выглядят вообще внутренние разборки в России, ожидаемые нами давно. Я вам просто напомню, что я глубоко убежден, что парад суверенитета в России будет, и мы с вами его застанем, и вы будете об этом делать материалы, и вспомните нашу беседу. То есть Российская Федерация в том ее состоянии, в котором есть, она перестанет существовать. Это какая-то будет другая страна, с другой историей, с отдельными государственными образованиями. Там будет своя субъектность у Башкирстана, Татарстана и Дагестана и так далее. То есть империя развалится. О том, какие вы видите противоречия внутри, как вам вообще вот это противостояние Пригожин и Шойгу? Я время от времени формально закупаю попкорн и наблюдаю. Так-то я его не ем, с точки зрения диетической, но это повод для попкорна. Кайфуете от роликов Пригожин? Смотрите, я получаю удовольствие от того, что мои прогнозы сбываются, что у них уже начался развал. Там внутри уже нет единства, и власть потеряла силу. Потому что невозможно в стране, в которой власть имеет силу, скажем, разнополярно. Это у нас в стране, у нас демократическая страна, у нас налево, направо, столько-то процентов, столько-то, у нас болеют за ту или иную команду, даже если твоя команда проиграла прошлый футбольный турнир, мы все равно верим в то, что она возьмет реванш. И это касается политических всяких... Ну, и так часто случалось. И так часто случалось, да, совершенно верно. Поэтому для нас это нормально. Для нас слово «зрада», оно иногда имеет даже не всегда негативную коннотацию. Видать, я что перейду для ваших казачных. Да, да, да. Оно имеет такую, скорее... Мем такой. Ну, это уже мем, да. Не хочется другое слово еще одно говорить, фейсбучный. Вот, да, метание, так сказать, не только бисером. А у них это невозможно было. У них нет демократии. У них автократия. У них творческая интеллигентность перепугана. Они боятся репрессий. Вот если вы проверите ряд исследований того же «Левада-центр», я ссылаюсь на их либеральное, скажем, исследовательское агентство, то у них три основных страха было. Это страх смерти, страх стать калекой и страх репрессий. Три ключевых страха. Как вообще можно жить в такой стране? Это же катастрофа какая-то. Вот мы отличаемся, например... Кстати, я часто с европейцами, когда общаюсь, они мне задают вопрос «Объясни вашу уникальность. Почему вы не сдались? Почему? Это же вроде логичнее». Я говорю, понимаете, мы с вами европейцы, у нас с вами одинаковые ценности, а если мы еще вспомним пирамиду масла, то еще и потребности у всех одинаковые, базовые. Но есть все равно определенные отличия. На генном уровне, если большинство европейских стран бы выбирали между ценностью или потребностью безопасности и свободы или воли, то чаще будут выбирать безопасность, жертвуя свободой. Вспомните Первую мировую войну, Вторую мировую войну. Многие столицы поднимали руки, немцы заходили, фашистские войска заходили и вообще без боя страны сдавались, европейские. Украинский ген, если нам придется выбирать между ценностью или потребностью безопасности и свобода, или волей, мы выберем свободу и волю и пожертвуем безопасностью. И поэтому с первых минут вторжения 24 февраля 2022 года мы стали сопротивляться все. От военных, прогораничников, полицейских, до лесников, автоспортсменов, бабушек, которые пирожки раздавали им отравленные, и так далее, фермеров, которые танки забирали, и прочее. Мы стали все сопротивляться, потому что мы защищали себя и продолжаем это делать. Потому что вопрос другой, вопрос выживания. Да. Алексей, хочу перейти на территорию Российской Федерации. Объясните мне, какой юридический статус РДК и Легиона Свобода России? Не готов. Честно. Правда. Я в данном случае не готов, потому что я не изучал эту материю. Ну то есть вы не знаете. Вы меня очень здорово подновили. Я-то юрист, дай юридический статус. Это какие-то образования, которые считают, что нужно изменить жизнь России в лучшую сторону. Я так предполагаю. Ну, серьезно. Есть ли вам что сказать россиянам? Спустя год и... Три, четыре. Смотрите, эта война закончится нашей победой. Потому что для нас она, мы справедливые воюем, а вы нет. И непонятно, за что вы воюете. Понятно, что вы не улетите в космос и мы не улетим в космос. Мы продолжим жить, потому что это две страны. Нормально жить россияне смогут безбедно, только после того, как они поменяют у себя свое устройство, поменяют режим на демократический, когда вы изменитесь. Потому что санкции, которые введены, они легко не снимутся, даже после нашей победы. Они будут инертно очень долго держать. Вам никто не верит, не доверяет. Вас никто не уважает. Вас с вами не будут сидеть в ресторане за один стол, с вами не будут ездить в одном купе. Это на ваших покляниях проклятие. И вы сами его заслужили, потому что вы позволили этому случиться. Меняйтесь. Меняйтесь. Думайте о том, как быть вашим внуком. Я уже не говорю про ваших детей. У вас цвет нации выехал уже. Вы же сбежали. Вот многие, кто... Я когда-то обращался к игрокам, что где, когда. К интеллектуальной части. А вот. Что сделало их руководство клуба? Они украинские все телеверсии всех игр просто убрали у себя и так далее. То есть, ну... Ребят, вы возвращаетесь к эпохе сталинизма. Вы будете жить в ГУЛАГе. Вы участвовали в играх, которые показывались в России? То есть, условно, российский зритель может вас помнить как игрока что, где, когда? Да, думаю, да. После того, как за столом украинской команды в качестве капитана сыграл министр обороны Украины еще до вторжения. Это, видимо, вызвало некую сжогу у ряда товарищей особо Кремля, так сказать, зашторенных. Представляете ли вы себе, что так может сделать Шойгу, сесть по голове команды? Ну, смотрите, у каждого свое хобби. У кого-то хобби ступеньки делать из танков металлических, я не знаю, еще что-то. У каждого свое хобби. Поэтому я не знаком лично с министром обороны России. Мне сложно, я не знаю его уровня интеллекта. Поэтому не готов комментировать. Давайте вернемся к войне. Единственное, что меня могу прокомментировать, это было странное его поведенческое движение 24 февраля, когда он попросил министра обороны Беларуси Хренина выступить как посланником его месседжей. Мне было после обеда сделано звонок белорусским министром с предложением подписать акт капитуляции. Было смешно. А как это звучало? Алексей, подпиши. Ну, позвонил, запросил разговор белорусский министр. Мы до этого общались, обсуждали риски и угрозы. Он мне клятвенно обещал, давал слово офицеру, что никакого вторжения со стороны Беларуси быть не может ни от кого. Собственно, он нарушил честь офицерскую, не выполнил свои обещания. Я все равно принял звонок, это было где-то после обеда, по-моему. И он говорит, что звучало очень неловко, очень неудобно ему явно было по голосу. Он говорит, я выполняю роль посредника, мессенджера. Между вами и Шойгу он проговорил. я хочу передать сообщение от министра Шойгу, что есть предложение подписать акт капитуляции и тогда все можно будет остановить. У меня не было времени проводить какие-либо консультации, я просто сразу отреагировал, но без мата. но без мата. Я сказал, что я спасибо за вашу попытку выступить неким передатчиком, а вот можете передать в ответ, что я подпишу акт капитуляции со стороны России и мы тогда все это дело закончим. Собственно, и все. Вот это был наш единственный виртуальный контакт. А про слово офицера вспомнили тогда? Нет, нет. Я вообще думаю, нет. Я вообще, честно говоря, не планировала задавать этот вопрос, но у меня постоянно, чисто по-человечески, я все время думала тогда, как вы вообще решились поехать тогда в составе переговорной группы на территорию Беларуси. Это же страшно. Страшно? Ну да. Понимаете, как это были риски, но я всю жизнь увлекаюсь разными хобби, они многие связаны с повышенным выделением адреналина. Автоспорт, дайвинг, парашютный спорт, стрельба, горные лыжи, походы в горы. Ты понимаешь уровень риска, но ты как бы оцениваешь и все-таки просчитываешь, ну, чтобы минимизировать риски. У меня были приземления неудачные там разные с парашютом. Вот. Поэтому, когда мы обсуждали с президентом, что надо ехать, потому что это шанс открыть гуманитарные коридоры и спасти людей, которые находились уже в замкнутых местах, в городах. Мы говорим про гражданских. Вот. Миссия этой поездки была, это гуманитарные коридоры. То мы с делегацией оценивали эти риски. То есть, ну, возьмут заложники, ну, тогда становятся вообще любые возможности вести переговоры. Сделают инцидент, могут, могут. Убить. Инцидент вы называете в лесу и так далее. Вот. Но, скажем так, мы взвесили эти риски и ценность, ради которой мы едем, она была выше, скажем так. И поэтому мы поехали. Северный поток. Немецкие издания, наверняка вы это видели, лаванскими изданиями выпустили расследование, в котором говорится о том, что вероятнее всего украинские спецслужбы подорвали северный поток, что ЦРУ предупреждало, что эти планы стали известны западным разведкам, и ЦРУ просило Украину этого не делать, и отложили это, а потом было это все-таки совершено. Я читал эти версии. У меня к слову расследование в данном контексте всегда такой последовательный очень повышенный скепсис, потому что я уже многократно, точно зная определенные вещи, вот точно зная, будучи посвящен, ну поверьте, достаточно глубоко, когда я читаю какие-то суждения от очень известных уважаемых изданий западных, я прямо удивляюсь, откуда вообще рождается в их головах чушь, бред, глупости. ну то есть я специально использую такие сильные слова, потому что я возмущен, но я не могу выйти в открытый эфир и сказать, это неправда, потому что, потому что я не могу в ответ раскрыть определенную информацию. То есть, мир сегодня живет иногда иллюзиями, кто-то что-то придумает, кто-то что-то слышал, кто-то что-то кому-то добавил, вот, и я, конечно же, уверен, что все, что дальше в мире будет происходить такого неожиданного и суперспециального, это, наверное, украинцы. То есть, то, что уровень нашей с вами экспертизы уже вырос, и восприятие, что мы можем совершать чудеса, я думаю, уже и на планете Марс и Венера, поверьте, если что-то там случится, скажут, это украинцы. То есть, вы связываете вот эти периодические публикации в западной прессе о том, что Северный поток подорвали украинские спецслужбы исключительно с популярностью в мире украинских спецслужб? Популярностью украинцев, уже эпоха украиноцентризма, я сказал, мы умеем удивлять, но в том числе похожие подобные публикации я связываю с желанием перестать помогать Украине, потому что не все желают этой победы, россияне очень здорово работают, и в том числе в западных медиа, в том числе, и у них есть агенты влияния, когда я говорю слово агент влияния, это не значит агент спецслужбы, это человек, который может быть useful idiots, когда забрасывается информация, потому что война, это же информационная вода тоже, и дезинформация это сильнейшее средство, просто прекраснейшая задача зародить сомнения в украинцах и понизить уровень доверия, у нас сейчас высочайший уровень доверия между нашей страной, нашим военно-политическим руководством, начиная от президента нашего и продолжая правительством, народными депутатами, военным командованием и коллегами в других странах, беспрецедентный уровень доверия, это дает им возможность убеждать свой политикум, тратить деньги из бюджета, объяснять своим налогоплательщикам, почему надо продолжать помогать Украине до победы, и фраза, которая уже у меня, знаете, как я ее слышу от каждого министра обороны, «we will stay with you as long as it takes», мы будем с вами ровно столько, сколько это потребуется, но есть люди, которые с точки зрения политики, а журналисты же тоже считывают, есть же разные журналисты, разные, послушайте риторику, там есть, ну, в Соединенных Штатах, там и в Европе, очень странные вещи звучат. Мой ряд публикаций я иногда очень воспринимаю именно как конкретный удар против вот этого архитектуры доверия. Ну, просто вдумайтесь, а зачем вообще эту информацию обсуждать? Вот зачем? Какая цель? Всегда должна быть какая-то цель сказать, что украинцы такие плохие, подорвались северные... Чтобы докопаться до правды? Чтобы поругаться? Нет, к примеру, чтобы поругаться? Ну, зачем? Мало того, а теперь вот простой вопрос у меня, а какая цель была бы у Украины подрывать северный поток? Это бред. Это бред. У нас нет никакой цели, ни экономической, ни политической, потому что... перекратить эти возможные поставки. Это риски потерять доверие, в этом же самое главное. Как это так? В чужом море, среди чужих государств совершить спецдиверсионную операцию среди дружественных государств, чтобы что? Это идиотизм. Алексей, про доверие. Да. Причем я знаю, что лично для вас это очень важная категория. Да. Что такое РДК и Легион Свобода России на территории России? Что они там делают? Официальная вселица говорит, мы не знаем, какие у них контракты, мы не знаем. Кто запускает беспилотники на Москву, мы не знаем, мы ничего не знаем. Это кара божья или ряд заготовленных шуток. Кто убил Дугину, мы не знаем. Кто подзарвал Прилепина, мы не знаем. При этом я уже не говорю об оккупированных территориях, где постоянно это. А это не подрывает? Не подрывает? Все, что касается оккупированных территорий, мы ведем официальную войну по деокупации нашей страны. Я министр обороны, отвечающий за официальное взаимодействие и обеспечение вооруженных сил Украины и взаимодействие с другими секторами бесплатной обороны. Я не могу комментировать любые события, которые происходят на территории недружественного мне государства. Это было бы странно. Это подрывает доверие? Нет. Мы соблюдаем правила ведения войны. Поэтому я, закончив обращение к россиянам, те, которые с оружием на нашей территории, лучше сдавайтесь. Так будет безопаснее для вас. К формуле я хочу прийти мира. Снова, я так понимаю, сегодня очередную формулу мира привезли в Киев. Президент Пара приехал в Киев. И до этого Рейтер писал, что группа африканских государств готовит некую формулу. У них есть сценарий, синопсис. Черновик этого на руках. И там, значит, такие условия. Выведение российских войск, вывезение тактического ядерного оружия с Белоруссии, отмена, точнее, приостановка действия ордера Муса на арест Путина и ослабление санкций. Обсуждается это на СБУ? Смотрите, я не хочу это комментировать, потому что я не являюсь участником этой переговорной группы. Будет странно, если я буду это комментировать. У меня позиция очень простая. Она основана на публичных всех заявлениях нашего президента, верховного главнокомандующего, о том, что мы будем вести переговоры после того, как они выйдут с территорию Украины. Включительно с Крымом? Конечно. Крым это Украина. Это вообще не обсуждается. Если кто-то думает, что это станет предметом торгов, наше с вами движение в НАТО, Крым, Донецк, Луганск, это не обсуждается. Все, забыли. Не существует ни минских соглашений, от которых сами русские отказались, ни нормандского формата. Эти все попытки, хоть как-то договориться, они развалены русскими прямым, агрессивным, вооруженным вторжением. погибшими украинцами, разваленной инфраструктурой, погибшими животными в зоопарке Новой Каховки и так далее, и так далее. Поэтому тренд один. Это уже тренд. Уже выставилась большая очередь желающих нас примирить. Абсолютно. Это значит, что русским это выгодно. Почему? Они чувствуют, что они проигрывают специальную военную операцию, она не состоялась, им нужна пауза, чтобы выдохнуть, залезать рано и прийти с новой войной. Причем они придут с новой войной не в Украину, а во всю Европу. У меня сомнений в этом нет. Поэтому их надо добивать, ослаблять полностью, выкидывать за пределы Украины до статуса 1991 года, когда были международно признаны наши границы, включая, кстати, самой Россией, а дальше обсуждать, как мы будем жить в новом мировом порядке. Потому что формула «might is right», то есть более сильный имеет право, неприемлема. Мне очень часто в Европе говорят люди с разными гражданствами о том, что Ир, ну ты не понимаешь, ну это невозможно, ну что значит Украина заявляет, значит мы будем вести переговоры только когда выйдут и Крым мы обсуждать не готовы. Это не дипломатическая оппозиция, это невозможно. Вы наверняка тоже слышали. Регулярно. Что вы отвечаете? Смотрите, у меня теперь очень простой вопрос. Я тот человек, который лично на своем опыте многократно прошел трансформацию от выражения «это невозможно», «это стало возможно». Наверное, я уже набил все москомены, но я повторю этот пример. Когда я первый раз был с визитом в Соединенных Штатах как министр обороны, я просил всего лишь стингеры. Ответ был «это невозможно», «это стало возможным». Хотя, казалось бы, и политически, и юридически, это в январе уже стало возможным. Это же касается артиллерии, хаймерсов, танков и самолетов. Все, что сегодня невозможно, завтра возможно. Главное, чтобы ты был уверен в своей позиции, и у тебя были аргументы, что это справедливо. Мы с вами все-таки живем, человечество все-таки стремится к балансу. А баланс — это и есть справедливость. Поэтому абсолютно справедливо, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность и независимость в рамках 1991 года. Я повторяю эту мысль. Потому что иначе право сильного побеждает право права. То есть, международно установленный порядок, он разрушен. Это значит, что завтра другие диктаторы, другие автократии используют такую же агрессию для того, чтобы завоевать маленькие государства, и к соседям. И мировой порядок это не приемлет. Именно поэтому в интересах наших партнеров убедить Кремль вернуться в свои границы и забыть. Не хотите нас видеть? Устройте у себя забор. Мы вас тоже точно видеть не хотим. На поколении. Дети сегодня, если вы посмотрите любого ребенка в Украине, дети сегодня знают, что главный враг — это русские. Это беда в отношениях, заложенная на сто лет вперед. Вот, что самое ужасное сделал Кремль. Вообще, я думаю, что предыдущие правители Кремля, они там переворачиваются в своих этих гробах, потому что худшего сделать для своей собственной страны нельзя было придумать вообще. Последнее. Вы по всей вашей риторике, я понимаю, что точно, уверен, абсолютно верите в победу. После победы, потому что до, в 20-м году свадьбу свою зарегистрировали отношения на границе, на админ-мажин, на админ-границе, да, с Крымом. Намерены на полуострове сыграть? Смотрите, ну, во-первых, я же не обещал. Она говорит, смотри, роспись — это не свадьба. Да, поэтому и мы обещали, и у нас были на свадьбе друзья, тот же Паша Казарин, крымчанин. Поэтому у нас уже обязательство, что мы это делаем в Крыму. Тут вопрос, просто дискуссия, там, это Ялта или Феодосия, ну, в общем, надо выбрать просто место. Но это будет что-то красивое с видом, может быть, на ЮДАК. У меня есть какие-то детские воспринимания. Я в Артеке был в свое время, тоже когда-то, будучи школьником. Поэтому, да, мы будем праздновать там. Я вам скажу, вчера Ллойд Остин, уже прощаясь, загодя поздравил меня с наступающим скоро моим днем рождения и говорит, ну, знаешь... Я думала, попросился на свадьбу в Крыму. Нет, он сказал следующее. Он говорит, что ты знаешь вообще, ну, мы тебе тут все присутствующие министры, так сказать, обороны желаем буквально скоро с днем рождения всего хорошего. Я говорю, ну, ты же должен понимать, что вообще-то ты должен всех министров пригласить на ужин. Я говорю, принимается, поэтому я думаю, что следующий ужин и мой день рождения мы отгуляем в Крыму. У вас напомните когда? 18 июня. 18 июня, в следующем году ужин с министрами обороны западных партнеров Украины в Крыму. Планируем. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok